Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. О главных событиях студенчества расскажу вам я, Елизавета Бурмистрова. Наша команда подготовила для вас самые интересные и актуальные новости. Сегодня в выпуске вы увидите. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. В России хотят ввести налог на сладкие газированные напитки. В Казанском федеральном университете порядка 600 человек написали географический диктант. Елабужский институт Казанского федерального университета принял участие в ежегодной ярмарке учебных заведений. Хочешь пить сладкую газировку или соки? Плати налог. В России хотят ввести акцист на сладкие напитки. Минимальный размер составит 20% от розничной стоимости напитка. Доказан ли вред всеми любимой газировке или ее употребление в малых дозировках не причинит вреда здоровью? Возникает главный вопрос. Пить или не пить? В этой теме разбиралась наш корреспондент Анна Глазунова. Стаканчик освежающей газировки в жару или бутылочка сладкого напитка на праздники. О вреде газировки говорили еще наши мамы и бабушки. И возможно именно сейчас они воскликнут наконец-то. В России хотят ввести акцист на сладкие газированные напитки. Сейчас налогами уже облагается алкогольная продукция и этиловый спирт. Идею платить акцист за сладкую воду предложил экспертный совет при российском кабинете министров в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Это старый законопроект, который еще в 2016 году Министерство здравоохранения подавало в Государственную Думу. Человек сейчас, особенно с напитками, потребляет гораздо больше сахара, чем ему нужно для здорового, что называется, образа жизни. Если же налоги на сладкую газировку будут введены, то минимальный размер акциза составит 20% от розничной стоимости напитка. Таким образом граждане России призывают к здоровому образу жизни. В наше время, то есть для города, когда мы не особо передвигаемся, особо не тратим энергию, в принципе можем вообще теоретически обходиться без сладких продуктов. Но поскольку сладкий вкус у нас, так скажем, связан в мозгу с центром удовольствия, то естественно это не получается. Может показаться, что основной вред сладких напитков заключается в различных добавках и консервантах. Однако самым плохим компонентом является всем известный сахар. «Все болезни, опять же, связаны с избыточным потреблением добавленного сахара, ну и с избыточной калорийностью продукта. С каждым стаканом мы примерно так 2 столовых ложь сахара в себя потребляем». Речь идет не только об известных газированных напитках, но и пакетированных соках и даже домашних компотах. «Соти, консервированные в пакетах, они тоже содержат большое количество добавочного сахара. Можно посмотреть на инцитет содержания сахара в газировке и в соте сравнить, убедиться, что, в общем-то, иногда в соках даже бывает побольше. Кто-то говорит, да, мы ничего не покупаем, там компоты, соти в магазине, мы сами готовим компоты. Ну, если подумать, сколько мы в обычных компотах закладываем в рецептуру сахара, то получается, да, то же самое». Помимо сахара в сладких напитках имеются и различные пищевые добавки, консерванты и красители. Как выяснилось, они добавляются со всеми нормами пищевых технологий. «Что же касается остальных компонентов, в которых часто обвиняют, ну, вот эти газированные напитки, что там есть какой-то компонент, который может вызывать онкологические заболевания. Чтобы получить организму количество достаточное для того, чтобы он подъезд, нужно было выпить где-то порядка 60 литров сразу, ну, что, естественно, чисто физиологически невозможно». Потребление сладких напитков все же лучше ограничить, советуют диетологи. Но если очень хочется, то можно позволить себе в день небольшой стакан любимого лакомства. Главное, помните о последствиях чрезмерного употребления таких напитков. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Впервые в стенах Казанского федерального университета провели конкурс на лучший студенческий научный кружок. Победители конкурса и их научные руководители представили работы высокого уровня, которые позволили расширить круг интересов студентов, обучающихся на тех или иных факультетах. О подробностях проведения мероприятия вы узнаете в нашем следующем сюжете. 12 ноября в актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла торжественная церемония награждения представителей научных кружков КФУ, победителей конкурса и их научных руководителей. Конкурс на лучший студенческий кружок проводится впервые, а его задачей в первую очередь является популяризация науки. Студенты, участвующие в кружке, занимаются научными разработками, принимают участие в грантах и организовывают тренинги. Научные работы участников представляют собой глубокие исследования в конкретной области. В качестве работы мы подали наш проект, над которым работает наш научный кружок. Это разработка трудноизвлекаемых запасов углеводородов в республике Татарстан. Мы популяризируем науку в нашем институте и не только в институте, а в целом в университете. Мы привлекаем такие институты, как институт химии, институт физики и выходим уже на международный уровень. Мероприятие планируется проводиться ежегодно, а количество кружков будет увеличено. Валерия Муратова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась образовательная акция «Географический диктант». Проверить свои знания пришли порядка 600 человек. «Географический диктант» — это масштабная международная просветительская акция. Основной целью является повышение интереса к географии России среди населения. На какие вопросы предстояло ответить участникам, расскажет в сюжете наш корреспондент Артем Тупичкин. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась образовательная акция «Географический диктант». КФУ является центральной площадкой проведения мероприятия. Здесь представители всех возрастов, люди, которым нравится география, нравится географическая наука, нравится краеведение. Они изучают внимательную географию своего родного края, думают о природных условиях и ресурсах России, о социально-экономических проблемах, которые сталкиваются различными территориями, различными регионами в нашей стране. Основной целью географического диктанта является популяризация географических знаний и повышение интереса географии России среди населения. Географический диктант, который уже годно проводится русским географическим обществом, это огромная международная образовательная акция, которая проходит в России, во всех регионах России, и в большом числе зарубежных стран, и в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье, и в странах Латинской Америки, Европы, Восточной Азии. Диктант проводится русским географическим обществом в четвертый раз. И четвертый год подряд одна из региональных площадок организуется на базе КФУ. В республике Татарстан организовано 159 площадок проведения диктанта. Задания диктанта требовали обширных знаний. Участникам предстояло ответить, в каком российском озере не водится Нерпа, о какой реке написано в Устюжском летописном своде, как сейчас называется народ, который во времена жизни Александра Пушкина именовался Тунгусами, и на множество других вопросов. Результаты диктанта послужат для улучшения качества географического образования в стране. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Елабужский институт Казанского федерального университета принял участие в ежегодной ярмарке учебных заведений, проходящей в рамках акции «Выпускник». Всего же на ярмарке приняли участие 11 учебных заведений, среди которых были СУЗы и ВУЗы из трех городов – Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов. Как будущие студенты готовятся к новому этапу своей жизни, расскажем в следующем сюжете. Елабужский институт КФУ принял участие в ежегодной ярмарке учебных заведений, проходящем в рамках акции «Выпускник». Каждое учебное заведение подготовило к ярмарке демонстрационную площадку, на которой размещалась информация о программе и условиях обучения. Учебные заведения представляют свои факультеты, показывают свои направления, то есть, кого они готовят, по каким профессиям они обучают. Приглашены выпускники, то есть, дети, которые выпускаются в следующем году, в 2019 году, 9-11 классов. Елабужский институт КФУ на своей площадке представил инсталляцию, посвященную физиологическому строению человека. Вместе со студентами биологического отделения школьники приняли участие в практическом курсе по анатомии. Живой интерес будущих абитуриентов вызывали и другие направления подготовки института. Мне очень понравилось на выставке, так как здесь рассматриваются разные сферы деятельности, мне очень интересно познать себя. Изнутри, к чему меня больше тянет. Я до сих пор не определилась с предметом, который я буду сдавать в 9-м классе. И вот здесь вот как раз-таки очень хорошо можно понять, к чему тебя больше тянет. Поэтому это очень выгодное мероприятие для меня. Мне очень все сильно понравилось. Здесь все подходит для каждого человека индивидуально. Всего же в ярмарке приняли участие 11 учебных заведений, среди которых вузы и СУЗы из трех городов. Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов. Лесяна Юпова, Камиля Юрикова, Айдар Нурмеев, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях и не пропускайте свежие эфиры Универ Ньюс. До новых встреч! Еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok